О Украине. Привет всем от Полонского. На России есть такая трясулька. Ну, она вообще не очень адекватная, но в принципе... Сейчас поговорим. Итак, некая Мария Шукшина, да. Позор семьи. Папа вроде был, кажется, нормальный. Хотя кто его знает, если бы он дожил до этих лет, то как бы он себя повел. Мама под вопросом, а дочка природа отдохнула, да. Да, вот. Но, тем не менее, она там известная особь в определенных кругах. И к ее, ну, скажем так, не будем говорить грубо, высказываниям, скажем, да. Хотя я сказал, хотел сказать совершенно другие слова. К ее высказываниям очень часто прислушиваются там, за поребриком. Так вот, что она сказала. Цитата Мария Шукшина. За то, что расстреляли моего дедушку, я не могу ненавидеть человека, который сохранил страну и церковь. Это она про Сталина. Это она про Сталина. И вот сама она совершенно неинтересна как персона, абсолютно заурядная, узколобая и так далее. Но она очень интересна как срез, знаете, ихнего общества. Потому что вот таких, как она, там процентов, наверное, 70 или 80 организмов. Вот они думают ее категориями. То есть, вот вдумайтесь, да. Был упырь по фамилии Сталин. Конченное абсолютно существо. Вот тщеславное, трусливое, ну упырь, да. Он убивал людей тысячами, десятками тысяч, для которого человеческая жизнь не стоила не то, что гроша, она не стоила вообще ничего, плевка не стоила, да. Но оно строило вот эту вот систему человеконенавистническую, где один стучал на другого, другой стучал на третьего, третий стучал на четвертого. Все на всех стучали, полстраны сидело, полстраны их конвоировало. Из-за этого упыря также были огромные потери во Второй мировой войне. Потому что вспомним вот эти вот местные волны. Кстати, они ничем не отличаются. Вот расисты тогда воевали местными волнами и сейчас, посмотрите, все то же самое. На совести этого человека вообще начало Второй мировой войны, потому что он был союзником Гитлера. Они вместе с Гитлером нападали на Великобританию, на Польшу. Они начали Вторую мировую фактически вдвоем, будучи в одном окопе. Это все все прекрасно помнят. Этот человек из церкви, из вашей, из РПЦ сделал, как вам сказать, филиал МГБ или как там оно тогда было? НКВД, позже стало МГБ. Там все, значит, попы у них были с погоном. Вот так он церковь сохранил. А фактически он ее и создал, эту церковь, потому что РПЦ наша ушла за границу, когда белые проиграли войну. Они ушли за границу, церковь вместе с ними ушла. Там остались какие-то церковники, их моментально перестреляли. А потом нужно было новых, и вот усилиями НКВД была создана новая церковь с погоном под Рясой. И, кстати, вот продолжатели дела вот этого НКВД сейчас вот Кио-Печерская лавра их до сих пор оттуда еще не выперли до конца. Хотя уже большую часть лавров, ну, слава богу, освободили от этой ФСБшной, КГБшно-НКВДшной нечисти. Да, так вот, она его благодарит за то, что дедушку расстреляли и за то, что сохранили страну и церковь. Ну, в каком виде сохранили церковь, мы разобрались. В каком виде сохранили страну, мы тоже видим, полстраны сидела, полстраны были вертухаями и стукачави. И вот за это они им благодарны. А еще раз говорю, сама по себе Шукшина неинтересна от слова вообще. Там одна извилина и ту табуреткой, судя по всему, продавила. Интересно другое. Вот так же, как она думает 70-80% этой территории Запоребриковой. И ну, что таким людям можно объяснить? Абсолютно ничего. У них, понимаете, у них папу расстреляют, они скажут, ну так страна же осталась хорошо, папу расстреляли, замечательно. Маму расстреляли, это тоже ничего страшного, зато ж церковь осталась, смотри, как хорошая церковь. У людей ни чести, ни совести, ничего. Это, знаете, я смотрю на 70-80%, скажем так, на большинство населения современной России, это были идеальные рабы. Рабы Древнего Рима. Те тоже, кстати, и рабы Спарты. Те тоже, кстати, знали, что их большая часть, да, населения было, что в Риме, что в Спарте. Но они почти никогда не восставали, потому что они себя признавали рабами. И их вот это существование рабское абсолютно полностью устраивало. Ну, как видите, вот это рабство, оно передается, оказывается, экстратериально. Хотя на России всегда было рабство. Вы вспомните, правда, тогда не Россией было, а Московией. Да, Московия была. Там тоже рабы были, холопы были, те же самые рабы. И, собственно говоря, вот это холопство передалось в сегодняшний день. И вот это вот Шукшина, такой яркий, знаете, просто образчик, образчик вот этого вот вселенского позорища. Спасибо. Спасибо.